Приветствую любители Москвы! Продолжаю знакомиться с розовой Некрасовской веткой и вот эта станция улицы Дмитриевского, которая была открыта в 2019 году, чуть пораньше, чем многие основные другие станции. То есть сначала открыли участок от Косино до Некрасовки в 2019 году, как раз месяц этой станции, ну а потом уже в 2020 году, буквально через год, примерно продлили участок, уже эту линию до Лефортова. Ну и станция тоже, естественно, как видите, хай-тековая, ни о чем. Вообще как бы считается, что тема этой станции это как бы лунная дорога, что-то такое с лунной поверхностью связано. Ну тут одна сплошная металлокерамика, видите, стены зеленые, тоже и колонны, станции колонны тоже из металлокерамики. Вот видите, островная платформа обычная. Ну, наверное, имеется в виду, что власти Москвы, в главе с Собянином, хотят сделать из Москвы луну, типа лунного ландшафта такого, да. Но только вместо кратеров будут человейники, такие жилые дома, вот вокруг пустыня, соответственно, выжженная, да, почти без всего, без зелени. Ну и, соответственно, все будет застроено торговыми центрами и, конечно же, самое главное, жилыми домами, огромными башнями. Ну вот, наверное, что-то такая отсылка, наверное, если взять так тематику, наверное, туда. Вот, ну здесь, видите, тип геометрического орнамента на полу, ну гранит, понятно, подвесные потолки, отражающие свет. Ну, в общем, все примерно похуже на многие другие станции, так что в этом смысле что-то такого интересного, оригинального нет. Ну вот стены, немножко такие вот металлокерамики изумрудного цвета, но немножко, чуть-чуть как-то вот там выделяются. Вот что-то такое, создают какое-то хоть немножечко своеобразие какое-то. Ну, в остальном станция, конечно, ни о чем. Вот, значит, находится она так же, как и станция Косиновов, район, да, это станция Косиновов-Томская, район Косиновов-Томский, да, то есть там Косиново находится в районе Выхина-Жулевина, ну, скажем так, делают отсылку из самого названия, тоже вот район Косиновов-Томский, хотя он находится по другую сторону железной дороги. Ну, а здесь уже конкретно, эта станция, она конкретно находится в районе Косиновов-Томский. Но если Жулевина, это все-таки юго-восточный округ, то вот Косиновов-Томский, это уже восточный округ. То есть это уже другой, не просто другой район, но еще и другой округ Москвы. Вот, станция, в общем-то, в целом не очень глубокая, вот Косино, она такая, пожалуй, самая глубокая станция, считается на вот этой ветке розовой 27 метров, ну, это несколько поменьше, но тоже все-таки какое-то пространство надо преодолевать. 18 метров под землей на эскалаторе. Ну, и, соответственно, выход идет, в том числе, на улицу Дмитриевского, поэт название такое, да, это был Борис Дмитриевский, это герой Великой Отечественной войны. Командир танкистов, ну, и он погиб в 1445 году. Когда-то Первый Зачайский период, так назывался, в центре Москвы, ну, это в советское время было. Ну, а потом его вернули, историческое название, ну, и название в честь Дмитриевского решили принести сюда. И даже назвали так станцию метро. Тоже долго ее строили, хотели открывать еще и тоже пораньше, соответственно, еще и в 15-м году, даже в 14-м, потом и в 16-м, и в 18-м. Ну, короче, долго-долго все это отсрочивалось, как часто бывает, и в итоге открыли только в 19-м году. Рядом со станцией здесь находилась деревня Кожухова, ну, а, соответственно, также еще и совхоз имени Моссовета с небольшим поселком, который здесь находился. То есть здесь были такие совхозные поля, совхоз имени Моссовета. Ну, сейчас, как видите, здесь сплошная плитка. Вот это улица Наташи Кочуевской, еще, так сказать, один герой, героинь, если быть точнее, да, Великой Отечественной войны. Ну, это была студентка Театрального института, которая пошла медсестрой, вот, тоже на войну записалась, и, соответственно, погибла она под Сталинград в 1442-м году. Она совсем молодая была, поэтому не Наталья Кочуевская, а Наташа даже Кочуевская. Это тоже так называлось в улице Центра Москвы, Скоретинский переулок. Ну, там ее тоже вернули историческое название и решили перенести это название сюда. Вот, ей даже по 20 лет не было, когда она погибла. Вот, ну, здесь сплошная лыска, сплошная плитка, вот, вышины газоны, все как обычно. А уж тем более, так сказать, за пределами МКАДа уж и подавно. Уж если Окской такие примерно пейзажи, то уж что тогда говорить о Косино-Ухтомском. Ну, и здесь, по другую сторону, сплошные жилые районы на месте деревни Кожуху подмосковной. Когда-то этот район, кстати, вошел в состав Москвы еще в 80-х годах, в середине 80-х годов. Ну, а поселок Моссовета, он тут работал, и поля, они работали тут и подольше, где до 2000-х годов. Тут стояли пятиэтажные дома, одноэтажные домики были, также и администрация и так далее. То есть, такие, как бы, разные вспомогательные структуры. Но сейчас, как видите, здесь, это просто пространство, я так понимаю, что здесь, видите, жилые дома строятся еще пока. Ну, и здесь, наверное, тоже что-то наверняка построят, какой-нибудь торговый центр там еще. Но все-таки метро близко, может быть, и не будут строить. Но наверняка все равно пустые пространства вряд ли будут. Здесь вот жилой дом уже строится, вот, на месте эта ограда тоже, как видите, все огорожено. Ну, а эти дома были построены в 2000-е годы. Вот это первый микрорайон Кожухова, ну, и дальше там второй, третий, до восьмого. Всего 8 микрорайонов. Ну, это типичные человейники. Типичные человейники. Ну, просто низком так не такие большие, как часто строят, когда уже там ватсин, 30-40 этажей. Здесь они все-таки поменьше дома. Все-таки тогда еще старались как-то совсем такие большие не строить дома. Ну, в основном там 14-17 этажей. Ну, типичные такие панельные дома. Это, еще раз повторюсь, у Лиши Наташи Кочуевской. Вот. Ну, а там, видите, он храм Троица в Косиньевском, который был построен в 2016 году. Ну, тоже новый храм. А это вот, видите, новый жилой комплекс, построенный в 2012 году, который так и называется Дмитриевский. Вот, видите, такой, по-моему, трехсекционный дом, да. Ну, не знали, как, видимо, назвать жилой комплекс и назвали Дмитриевский. Ну, так себе, конечно, название. Ну, да ладно. Лишь бы людям нравился. Да, видите, тут даже как два дома получается. Но это фактически единый жилой комплекс. Ну, вот, конечно, естественно, никаких достопримечательностей здесь нету. Искать тут что-либо прям непосредственно около метро тоже нету. Единственное, что куда можно было бы, в принципе, при желании сходить, если заходить, это Святое озеро, да, которое находится. Но до него надо, все-таки, идти, ну, отсюда где-то, наверное, больше километра. И там проблема в том, что это озеро, оно окружено болотами. То есть туда очень трудно подойти. Собственно, к самому озеру там, по сути дела, только один проход. И то тоже надо его найти, обойти фактически озеро. Рядом храм находится довольно старый. Ну, все-таки, как-никак, ну, место такое довольно живописное. Поэтому, если хотите, конечно, от этого метро, ну, пожалуй, самый такой ближайший путь до этого озера. От Косино, пожалуй, побольше идти. Там тоже, конечно, можно через Большую Косинскую улицу пройти. Ну, в принципе, лучше, наверное, отсюда идти. Вот это называется, это как раз улица Свято-Озерская. Вот она. Вот мы как раз на нее вышли. Вот, именно по Святому озеру. Ну, там Святое источник, поэтому, как, соответственно, поэтому и Святое озеро назвали. Ну, а тут и улица Свято-Озерская. Вот здесь, как видите, ярмарка. Все как обычно. Вот это, которое практически у каждой станции метро сейчас делают. Эти все ярмарки, как это называть, фестивальная площадка, московские сезоны. Ну, соответственно, районы Косиновых-Томске. Ну, и понятное дело, что все стандарты, все одно и то же. Очевидно, предполагается проведение всяких там небольших мероприятий. Ну, по сути дела, просто торговля, по большому счету. Вот. И она была открыта в 2019 году. Ну, видите, здесь места совсем для машин нет. Они, видите, даже стоят на плитке. Представляете, вот как вот машины стоят, да? Прямо, ну, почти на тротуаре, фактически. А почему? Ну, а потому что, где стоянки-то? Вот домов понастроили. И такая ситуация, наверное, все дальше и дальше будет усугубляться. Потому что домов строят все эти человейники. А где люди машины-то строят? Даже не везде же подземные парковки есть. У всех есть деньги, чтобы за них платить. Ну, в общем, вот в итоге. А этот улица Салтыковская. Вот где машина поворачивает. Это, пожалуй, едва ли не главная улица в этом районе Косиновых-Томске. Ну, или одна из главных. Это длинная улица, несколько километров. Вот, ну, и она действительно ведет туда, в сторону бывшего дачного поселка Салтыковка. Вот, по бояре Салтыкова, которые там жили. Ну, а сейчас там это микрорайон города Балашиха, Салтыковка. Вот, ну, и железнодорожная платформа, соответственно, казанского направления. Но до нее идти отсюда довольно далеко. Наверное, километра три примерно. Туда вот, направо, если идти. А это называется, между прочим, вот никогда не догадайтесь, это называется Народный парк у Святого озера. Вот это пространство называется Народный парк. А вообще народ зовет часто его Народное поле. Потому что парк, это надо очень умудриться, чтобы назвать это пространство парком. Вообще, когда-то здесь были совхозные поля, капусту выращивали, ну, и всякие другие разные овощи. Совхоз имени Моссовета здесь был, были совхозные поля. Вот, а потом, естественно, все тут снесли. И в результате вот осталось такое вот лысое пространство сплошное, да. Ну, взгляд назад на Святоозерскую улицу. Вот назвали и, так сказать, взяли и, ну, наверное, посмеялись над жителями. Назвали это пространство Народным парком, еще Народным у Святого озера. Там раньше флашна в стоянках, и вот видите там, где машины стоят. Ну, потом ликвидировали и, соответственно, вот, кстати, туда можно как раз пойти к Святому озеру. Вот, прям по тропиночке понародной, и прям по этому полю, так называемому парку, и прям туда вот до Святого озера. Ну, еще раз повторюсь, оно окружено болотами, да, там довольно трудно подобраться, но до церкви можно дойти. Межестра в стоянках хотят ТПУ, транспортно-бездачный узел, ну, торговый центр очередной построить вот здесь вот как раз.